я не пью на тренировке ног тренировочный комп вообще и потом если во время тренировки на коленнике снять сейчас у меня такой импровизированный небольшой отдых был от фармакологии есть у тебя мысли по поводу Данилова и Сергея в этом сезоне за двое суток еще не изменится, ну по факту если ты прям без жира первый раз за все это время я в гаке приседаю ты нас можешь снимать, мы уже просто как люди с огромным стажем не можем понять, что нам делать как нам ноги потренировать всем привет 3 января 2023 всем привет я вам рассказал или джим тренировка ног, Руслан Халецкий, Рома Халиуллин всем привет вот, мы в принципе разобрались с другими моментами как будем тренировать ноги двумя упражнениями возможно больше тремя а если игры считать ногами то четырьмя даже четырьмя, ну вот такая объемная объемная стиловая тренировка в общем 3 января мы выжили как могли мы выжили да кто-то 1 января уже в сторис выкладывает в 5.30 утра ищет уже открытый зал где потренироваться 1 января не нормальный человек спасибо ребятам спортлайфа, тренерский состав очень многие ребята мне на сторис ответили скинули график работы зала 1 января он не работал надо было бы конечно вот если вы когда-нибудь это на перспективу увидите зал генетик клаб например нет рабочее название генетик джим если будет то те кто будет там работать сотрудники 1 января они будут работать да с 11 утра с 11 утра все верно нет возможно нет давайте так с часу дня до 9 вечера будет первый варе график такой легкий имейте ввиду легкий рабочий день но рабочий в общем сегодня по плану у меня первая тренировка и по плану и ноги я закончил год кстати тренировкой ног 30 числа и вот спустя 5 дней как год начнешь так и вы проведёшь значит ноги будут тренироваться будут ну ромки они целые а я вчера тренировал грудь кстати очень сильно тяжело и я первый раз с момента отрыва груди повесил больше сотки на штангу во-первых я в принципе залез под штангу вот что-то сильно захотелось и пожалась и плечо заболелось плечо всегда болит после нервов вверх это не штанга виновата хуже не стало болело как болело тренировка груди тоже ждите во-первых мы сейчас закончим практически пиздеть и у нас по плану просто тренинг просто тренинг ближайшее энное количество тренировок вот я единственное не знаю где разгибание ног находится поэтому веди делаем так я не пью на тренировке ног при тренировке вообще бросил именно на тренировке спины на тренировке ног не пью при тренинге потому что частота сердцебиения оно прям до дискомфортного ну и типа отдых между подходами нужно больше чтобы восстановился пульс и я бросил электронки бросил электронки да уже третий месяц пошел да 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 достойно да поэтому мне сейчас намного проще дышать да прям заметно не курю заметно заметно прям я сейчас делаю много разгибаний ну в плане того в самом начале тренировки стараюсь максимально максимально прям разогреть утомить и когда делаю двумя ногами я стараюсь акцент больше на правую да ну смещать да 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 потому что левая она сокращается как бы по умолчанию а на правую приходится все равно акцентировать внимание если ты право работаешь левая дотягивает да 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 но левая все равно как бы лучше забивается кстати начало тренинга важный момент слово разогреть ноги разгибаниями это такая вещь весьма вещь весьма условная разгибание сустава значит квадрицепса меньше греет сустав нежели работа бицепсом бедра поэтому обязательно именно в разрезе разминки должны пойти сделать гиперэкстензии без веса но поработать бицепс и бедра ягодичными это нам позволит потом в жимах ногами либо там в приседаниях не совершать дополнительного такого тянущего кивка клевка крестцом это важно нужно эту зону тоже прогреть поэтому мы в части разминки обязательно включим еще гиперэкстензии пока вес у нас в разгибаниях маленький мы в принципе можем это делать первые там 3-4 подхода разгибания гиперэкстензии прям без отдыха 15 раз там 20 раз там видите Роман понял намек сразу же отправился делать гиперэкстензии кстати думаю что пока можно ему даже будет наколеннички снять единственный нюанс когда одеваешь наколенники с самого начала сустав ну нагревается здорово но и потеет немножечко все таки синтетика и потом если во время тренировки наколенники снять из-за того что колено влажное оно быстрее охлаждается остывает испаряется влага поэтому конечно если наколенники одели то мы в них должны продолжать ходить до конца тренировки в помещении прохладно как здесь собственно количество повторений понятия не имею я естественно не считал просто пойду у Ромы спрошу где гиперэкстензии ты ничего все нормально сейчас у меня такой импровизированный небольшой отдых был от фармакологии вот отдых был связан с небольшим застоем и плюс не получалось немножечко держать необходимую калорийность я решил что ну уже у меня больше 8 недель набора прошло я решил сделать на 2-3 недельки отдых от фармакологии как раз перед новогодними праздниками и вот числа с 20 декабря я убрал АЭС и делаю только тестерончик вот Руслан мне написал после нового года полностью план по курсу по дозировкам по КБЖУ вот сказал какие анализы нужно будет дополнительно еще сдать к обычному списку стандартному вот проверить и собственно вот наверное эту недельку мы еще так пройдемся без АЭС сдам анализы доставлю капельницы все необходимые и уже наверное числа с 10-го получится я уже перейду ко второму этапу ко второму циклу набора я рассказывал о том что мне план скинул вот представляете это какая ментальная связь я делал гиперэкстензию думал приду скажу о том что мы с Ромой так скажем в новом году начинаем активненько тренироваться оба вот как говорится надо чаще встречаться тренироваться будем тяжело потому что я в целом подчинился Рома в целом подчинился пока он не видит я добавлю пластиночек ему мы не скажем очень хороший вариант разминки мышцы антагонисты квадрицепс бицепс бедра квадрицепс бедро разгибает бицепс бедра подскажите мне в комментариях что же он делает сгибает конечно сейчас будет третий подходик у Ромы на четвертом я уже постою рядом будет ряд рекомендаций называется вопрос генетической предисположенности вот делаю разгибание квадрицепс что-то там сокращается в принципе никаких ощущений пока даже нет в нем гиперэкстензии сделал 15 раз у меня уже бицепс бедра налился кровью просто жестко прям все я словно его уже покачал я же говорю слушай генетика вот квадрицепс разгибаю ну по ощущениям даже кровь еще не пошла в них гиперэкстензии сделал у меня уже все после первого подхода у меня аж я встал у меня аж такие ноги ватные прям стали после первого подхода есть такая тема ну теперь давай поработаем медленненько с тобой прям вот вниз отпускай медленно вот от слова вот практически зафиксируй и держи оно само начнет падать потихонечку вниз вот эта скорость отлично вот сейчас такой динамики мы с тобой десять раз и выполняем причем наверх ну примерно в два раза быстрее то есть тоже чередовоньки динамичное медленное движение отлично вниз прямо вот пусть само ползет как идет то есть мы тут ребят даже не пытаемся контролировать скорость опускания мы просто фиксируем статику и вы заметите что у вас ноги начинают сами потихонечку сгибаться вот сейчас мы действительно их и разомнем и за счет такой хорошей ишемии крови под нагоним очень хорошо дискомфорта нет ну я имею ввиду он как бы есть мышечный да но это интересное вариант движения это можно применять в целом вообще в любой мышечной группе причем я для себя заметил что эффективно и чувствуется этот прием именно в начале тренировки с маленьким весом но почему дает такие сильные ощущения сильный памп и проработку после силовой работы такой вариант почему-то уже не вставляет с чем это связано точно не скажу возможно с тем что после силовой работы концентрация ионов разных минералов повышается в частности ионов кальция и уже не позволяет настолько четко работать в таком варианте вот я смотрю на него и самому стремно так делать он не мотивирует офигенно по-моему еще два раза осталось не буду брать или три просто главное пока Роме не говорите что потом после этих вот трех раз нужно будет еще четыре сделать динамичных ну сейчас мы его пока не говорите ему он еще не знает об этом Ромка молодец и теперь три динамичных пошел на дыхание комфортный раз два веселее так кстати вы можете подумать зачем вообще спортсмены некоторые пошлепывают себя это не потому что они любители пожестче вот нет на самом деле это усиливает кровоснабжение и так скажем концентрацию мозга на этой зоне тела да ну вот тупо выше себя ущипнетесь себя вы почувствуете то же самое и шлепок вот ну что ж поехали точно так же как Роман жалко на них ноги волосатые но не такие сухие как хотелось бы иначе было видно вообще как давайте прямо аж вот чувствуется как волокна с одних на другие вот прямо аж такое волнение рекрутируются разные зоны с разной степенью усилия какой дурак придумал это делать негативная фаза она прям такая все основную боль именно подконтрольную негативную фазу вызывает а не сокращение ну по крайней мере в таком виде исполнили ноги такие прям набухли от майонеза от новогодних майонезов ну на самом деле не особо запаривался вот ну в плане диеты чего-то еще я не мог много конечно этого всего есть и поэтому я даже скорее всего в празднике не доедал свою основную калорийность потому что ел значительно меньше вот ну в целом отдохнул хорошо выспался и вот встречу вот числа в зале я бы еще вчера пришел но первого второго зал здесь не работал но вчера уже можно было сказать потренироваться ну ладно сначала максимально медленно потом потом максимально медленно как можешь делаешь вот ручку из рукоятки возьми чтобы и вот за них некомфортно так на скамеечку будто поджопы не вперед так только маленькая что вполне и она и даже я я это было хорошо уже не залезть хорошо было ты это и хотел сделать да подумал веса там что-то 40 килограмм первого раза не чувствуется нагрузка какая причем знаете думали может сейчас сделать побыстрее потом то станет тяжело и больно а поначалу если может и силы но стараюсь не халтурить не пытаться обмануть самого себя читингом либо сокращением времени бесит твое спокойное лицо абстрагированная я рассуждаюсь прикиньте это такое было такое ладно священником уже вызвали я знаю что про экстензию не забыл я чисто так вслух просто сказал что у суперсерии экстензии я воды конечно знаю что он все помнит все знает она еще если ставить это движение первым упражнением когда ноги еще не налитый не разогретой вот эти именно болевые закислительные ощущения они прям мега неприятный если в середине или в концентрировке ставить вот этой боли уже нету просто они утомлены сильно налито и проще контролировать относительно каких-то эмоциональных моментов но какая боль после первого именно упражнения не 5 выпуска не было 3 хорошо больно но отпускает вот именно когда концентрируешься на негативной фазе в любом движении ну вот сейчас про ноги конкретно говорим да вот это вот ощущение отказы вот это вот по сгибанию ног достигается именно под контрольной негативной фазой когда делаете в динамике и весь акцент именно на сокращении квадрицепса делать вот таких прям каких-то этих отказых нету много я пока так в шортах показываю так все ладно нормально смотрится на видов где много маленьких причем интересно когда позируешь так незаметно как от расслабленные ноги надо а когда включаются недавно у одного очень известного культуриста мы будем его называть даби дабы не дискредитировать его квалификацию вот дебилы качают внутреннюю часть ноги чё же не внутреннюю часть бицепса не качают на забыл что есть реально приводящие мышцы бедра как бы приводящих ключа нету и вот это я к чему забавный момент есть очень сильно титулованные спортсмены которые большинстве своем абсолютно обделены знаниями поиском желанием получения знаний исключительно в нашем спорте настолько сильно играет рот генетика зачастую что дважды трижды думаете когда вы кому-то обращаетесь за помощью подготовки в тренировочном процессе просто есть люди поймите они два раза поднимают что угодно нюхают пробочку от пропионата даже не вкалывая его и уже растут а есть хорошие примеры спортсменов которые именно прогрессировали за счет ну как бы реального рвения к спорту тому примеру тронка тому пример лёшка кузнецов вы найдете алексея кузнецова первые фотографии и сервером и халиулина в интернете вы увидите что эти люди как раз таки у него длинный путь становления роста и борьбы за эти мышцы а есть ребята у которых борьбы за мышцы не было они блять нечаянно на турник этом пытались дотянуть это яблоко пока плавал не плохом сейчас мысль наоборот хорошим вот опять же привезем да в пример вам нашего известного самого дениса бажанова ну ну да денчик ну в плане того что да у него одарила его природу такой потрясающий просто невероятной генетики для этого спорта что он пашет в зале да но он ничего особенного для того чтобы его мышцы росли не делает он делает все вот по такому стандартному макросу необходимое количество там калорий и так далее то есть у него в принципе мышцы отзываются на достаточно небольшие дозировки на небольшую калорийность относительного потому что я допустим по калорийности чуть больше него даже кушал одно время но я почему-то не 130 килограмм и не знаю как подытожить это все к чему-то это все а не я вообще-то к тому краски начать потому что когда тренируете ноги очень важно не забывать про то что бедро до нас тут большого количества мышечных групп это очень важно не забывать то есть чувствую многие примеру там действительно сильно не уделять внимание берутся бедра да и я считаю что ну мы растет то что мы качаем лучше или хуже факт от генетики но мы посмотрим часто боковые позы да вот у нас участвуют у ребят реально выпадает битву бедра у многих или задних позов его сильно оценивают на него смотрят конкретно обращают внимание что мы считаем большая судьбу судьям так точно и найти ну а не нужно куда-то концентрировать внимание определенный таксер рейсеры повторения сделать тоже значит страстные дела в 6 они 3 есть реперные точки точки в котором быстро пробегаются глаза даже в этом битв бедра хоп объем глубина ягодица да а качество сухость спина ширина проработать глубина где там чуть чуть больше меньше вот это вот уже знаете к за первые муха за первые там три места там уже посравнивают ага нужно выдернуть первый кулаут это вот уже наброски не во первых кулаут все равно когда на сцене стоят ребята их сразу видно явных лидеров уже когда ровно я давать сейчас такие баку в категории к настолько ровно средний высокий уровень ну я не могу это не ровно средний уровень а ровно ровно средний ну мы давай возьмем чемпионат россии ну прошедший да потому что не так давно он был и то есть там достаточно сильные спортсмены были и возьмем как всегда бодибилдинг тяжелый категория ровная начиная со второго по там шестое место ровно среднее это не топовый уровень спортсменов россии которые мы видели давай скажем что будет весной да наши говорят выйти на сибири на нвп а да да куча на питер и россию питере россия питер виза виза вы везде призовые поэтому конечно сейчас конкуренция будет тяжелый арсенал будет весной как ну кто хочет в сильной конкуренции поучаствовать весна был вот тогда нашему будет условному блин единогласному чемпиону мартынкину александру ну уже будет конкуренция в категории будет интересно будет интересно посмотреть как он будет смотреться и у нас сколько он спрогрессировал в этом сезоне мы даже с ним виделись он всегда был каменный я отмечу что в этом не сломал этот каменный он стал эстетичный насколько он может быть он он добавил он ну мы с ним разговаривали об этом год я начал больше внимания позирование уделять за счет позингового будет я еще вот как бы смотреться стала ну как ну реально работ до раньше было видно что работяга но не было такого что вот таким как бы культуристов хочется видеть а теперь прям но он вылепил ну взять вот второе место который она выиграл тяжелую категорию второе место в сад дажанов до голубочки тренер у него вот очень типаж похож на красивый спортсмен с екатеринбурга гера на герасимов да на герасимов очень по типажу похож тоже высокий тоже примерно также позирует такой штатники и вот их будет интересно посмотреть на сибириан я как понимаю этот этот спортсмен туда сейчас готовится вот поэтому было бы интересно конечно посмотреть на сцене как они смотрят 8 правда будет сезон интересный очень время бежит уже прям скоро сибириан турнир если апрель апрель и есть 1 2 числа если брать относительно бодибилдинг вот именно тяжелую категорию сравнение с первыми вообще вырос ну просто сейчас там такая рубка будет артур шара исламов готовится давайте скажем так ютсен я знаю в этом году готовит еще более гигантское мероприятие что-то там у него уже с концертами со звездами очень ребята призовой вырос у него в начале апреля у вас отпуск или вы можете взять пару выходных да и кричит вы заболели бери билеты в красноярск прилетайте во-первых мы там вас ждем и там будет очень интересный праздник спорта это не только будешь беден это мусе спортивный фестиваль поэтому будет супер круто прям пока есть прямые билеты в красноярск их набрать очень крутая именно идет фитнес-тусовка всего фитнес-сообщества понял типа я вот подержи пожалуйста немножко напряги их это если группу туда назад отклоняться уже начинать тогда смогу спинку ровно держать а я тогда поэтому тебя и просил не спереди а здесь потому что я видел что тебя меняется амплитуда от этого крижаник на самом деле относительно его форму он показал хорошую форму и попал 11 короче он был ряд и по ходу 11 потом я скажу так что об олимпе места расставляют или нет расставляют до 15 до 15 но все равно даже вот говорят что типа после 15 все занимают 16 места однако расстановка по клаутам она имеет место быть по процент да то есть одно дело бы центру от сравнения посчитать можно поэтому одно дело говорить что да я в пятнашку не вошел но я может быть да ты мог быть реально в третьем калауте а человек который другое место 16 занял был в последнем калауте как блесенького дибу да языком трепал пытался сделать какое-то шоу но что касается выступления немножко не получилось то у него рилс смешные рилс смешные он очень популярный ну то есть он совмещает элементы шоу пытается трэшток какой-то на конференции там создать что-то такое интересное прикольно но ник walker ему сказал я не общаюсь с болтунами с последнего клаута и так оказалось не смотрел олимпию да но чисто так очень очень понятно очень что скажешь вообще относительно расстановки я доволен заходить в панах но за него все рады я вообще рад вода действительно рад он настрадался три раза иметь квалификацию на олимпию но не вы не выехать из-за визы да потому что он с ирана и в итоге так три раза незаслуженно так скажем его задвигали у меня тут чуть мой спортсмен чуть в ранее не остался жить меньше который миниор то балдин паспорт же потерял городе в иране юниорский ветеранский мир был и он паспорт потерял паспорт потерял а в итоге форма была потрясающим ты знаешь он двухкратный россии по юниорам а я всегда очень сильно него ругаюсь потому что он выходит на сцену ввиду того что он такой среди билдера то опять забыл качь мозги отключаются он начать позирует какая грим меня подтягивает блевать этого позирования вот он начинает гладить себя по ногам вот это вот показывать по его да по его мнению его невероятную форму до которой нужно еще ли 10 поработать ночью короче ему будет сказали ты как бы дебил будешь так позировать это дисквальнем у нас как бы не стриптиз надо выйти позировать позу они гладить себя ну как бы ребята который важный момент видеть себя на сцене адекватно он не вёл себя недостойно лунную позу не показывал тут скриншот лунной позы вот так делать нельзя ребят играми уж прокомментировать форму бигра о чем как комментировать форма бигра месли бегра имени сказал форму не показал форму этом игра не показал давай скажем так что и в прошлом году она не была у него на нем сверхинальный что то видите Panzerats не получилось NSWb это был план сделать супер ты ел раз хотел делать делать да ну что то не получилось претензий к-листеру олимпия в принципе особо не попал может самочувствие не позволило ну мне понравились комментарии когда вызвали первый кал-аут и в играми с краю стояла сказали его убрали сразу с краешку поставили типа его даже не сравнивали ни с кем остальных типа со второго места ранегу блять какого-то хуя блять главное 212 шон колорида постоянно стоял в центре его даже не меняли ни с кем и он стал первым а тут какой-то какой-то мистер олимпия стоит сбоку ребят мы высказываем свое такое субъективное мнение мы ни в коем случае не хотим оскорбить спортсменов так далее мы просто высказываем свое так скажем полу дилетантское полу любительское мнение относительно форму которую мы могли оценить посмотреть но мы не хотим там как-то оскорбить принизить заслуги да потому что нам до этих спортсменов короля дать и не до рать до самой худшей формы в играми блять я не докачаюсь за всю свою жизнь мы вдвоем не факт да нет конечно это но опять же они же выходят на сравнение показывают себя как нас можно оценивать также и ведь спортсменов в любом случае это лучшие в мире бодибилдеры вот бодибилдеров сотни тысяч по всему миру грубо говоря на ради многовато десятки тысяч наверное но с десяток тысяч грубо говоря бодибилдеров профессиональных вот те кто занимаются и выступают и в любителях и в про вот давай так сейчас я попытаюсь вспомнить в любителях по моему у меня номер карты mpc вот не хочу забрать 6329 я почему-то думаю что номера карт mpc присваиваются по количеству участников ну членство то это самое они по порядку по порядку попробовать найти на самом деле посмотреть номер да я получал тетку в письме в восемнадцатом году или девятнадцатом ну вот можно толкнуться то момент ну на том сейчас она мне кажется выросла по любителям да сколько любителей данных не у такого космического природа спортсменов наверное ну я имею ввиду что я в общем чисто полез про бодибилдеры сказал а это лучше но количество участников конечно прям очень сейчас же убрали балловую систему то есть нету квалификации по баллам ее убрали первыми да потому что classic физик была квалификация 66 спортсменов ну можно кликнул по выступила 55 спортсменов потому что кто-то там вес не сделал кто-то что-то кто-то не смог приехать всего было 55 спортсменов выступал и они решили сделать убрать квалификацию по баллам это первыми только первые места квалификации с моим следующем году будет 20 человек теперьами то соберут вас так будет выступать да забавно мне кажется раньше была система что типа по баллам но первые типа там 30 человек из балловой системы и все с первых мест раньше было раньше было первые короче пять человек по баллам был в 5 человек по баллам пускала до остальные первые места причем европа прошел мы знаем там три квалификации на олимпии еще какие-то турниры там по 2 квалификации получали то есть но в этом году очень много спортсменов попали на олимпию при условии что некоторые спортсмены выступали на нескольких турнирах и занимали там первые места все равно очень много спортсменов был конкуренция была просто невероятная в этот раз нет немного не так выразился наверное не конкуренция было количество а количество участников при которой реально действительно когда они стоят на у глаз просто замыливается просто замыливается классик физик очень жалко терренс сарафина в этом году он не показал свою пиковую форму к сожалению если он всегда был такой прям как камень жесткий у него жесткость в спине и в бедрах сзади была сопоставима с жесткостью бриона все знают бриона что он невероятный жесткий сзади да и спереди тоже и вот они прямо такое ну соревновались по жесткость в этот раз к сожалению терренс вышел мягенький он очень клево позировал но не попал не попал форму да ну криса наверное комментировать излишне уже много кто что сказал сожалению он пока не достигает и достигаем не достигает в этой категории я сказал он прокомментировал его победу что пока он попадает форму пока он делает форму остальные все будут рядом делают форму запасом говорят что он запасом но сразу начали разрушитель легенд что ему дает какой-то провес никто не посмотрел что он типа ну не было что на весах там показали и так далее все думают что он 3-4 килограмма мы провес якобы он самый большой на даре его обкормить лазиксом убрать на 3-4 килограмма ну кто его обойдет ну да объявил кто-нибудь мне кажется никто там он конкретно запасом по мясу по форме по жесткости там запас имеется ввиду ну руслан говорит запас не относительно самого криса а относительно спортсменов которые его придал ближайший преследователь то есть у него еще как минимум 23 года относительно его актуальной нынешней форме на мистер олимпия у него есть запас вот с этой формы выходить и его не могли догнать не самое удобное но пойдет не самое удобное из всех жимов которые я использовал в тренажерных залах здесь самый неудобный но из-за этого мне теперь на всех жимов других залах удобно до особенно спорт лайфе бля там вообще кайф я всегда ставлю чуть выше у меня во-первых и так сильно колено выше меня в том числе а 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 Что, еще добавляем? Да, где не села, где я взял. Субтитры сделал DimaTorzok Что еще? Не, одеваешь фиолетовый, а вот зелененький рядом. Вот, зелененький весят. А ты виноват, ты не красиво сделал. А можно поменьше шаг делать по весам? Он поменьше, чем планировалось, планировалось два фиолетового. Как бы естественно, на распределение нагрузки это не влияет. Но ведь надо стремиться. Астетикой к эстетике. Понимаете, мы, может, не самые красавчики, но навешали это отягощение. Субтитры делал DimaTorzok я там чуть-чуть ладошечка чуть-чуть сам и почувствовал я почувствовал у меня так вены на шее надулась у меня аж кожу на шее потянуло прикинь нормально терпимо терпимо можно я вот будучи имея познания и опыт в фармацевтическом бизнесе скажу что не вижу я космического превосходства иностранных лекарств над нашими если это оригинал если говорить про подделку то вероятность наткнуться на подделку импортного продукта выше чем российского почему выгодно подделывать те товары которые имеют более высокий спрос и высокий оборот для того что россии лояльность к импорту выше продать фейк на него проще прибыльность выше потому что импортные лекарства стоят дороже но это опять же мое мнение вот него можно прислушиваться можно не прислушиваться если говорить про сырьевую базу я не знаю нурофен да это торговое название вещество и бупрофен уж поверьте что в россии что в европе нихера него не производят и и русские и европейские продавители закупают его в китае и запихивают в таблеточку как бы технологически надо найти розетку и воткнуть ел в таблет пресс смотри у всех же ну аптек грубо говоря одни и те же поставщики ну плюс минус плюс минус определенных но допустим возьмем препарат популярный в качковском мире силана она стразол силан почему не работает да почему вот груб но вот прям реально в одной аптеке брали мы как-то с ребятами я еще ворске жил там ну на пятерых пять пачек силан у двух из ребят казалось не рабочий он вообще не гасилось радио слушай мне кажется может как подделки попадают в аптеке если поставщики одни и те же а кто сказал что у поставщиков нет подделки ну там же какие-то ну во первых кто мешает аптеке напрямую закупить подделку давай так вспомним историю многолетней давности сертификация же какая должна какая я не знаю ну не просто так в аптеку да очень просто в аптеку аптека может напрямую закупить любого фарм склада с лицензией происхождение нарисовать можно схемы ну или грубо говоря купила какой-то фарм склад региональный 10 пачек а по документам документы у них есть дальше пошло полетела где 10 там 10 тысяч плюс какая-то есть товара в аптеке идет допустим через и п и поэтому семенов хозяин аптеки и поперли и пешник отчитывается попрощенной системе налогообложения сама аптека сертифицирована стеллажи правильные работает фармацевт да с дипломом и пешник происхождение товара ну подтверждать как бы ну просто по документам там проще налоги он заплатил государство ничего не украл в принципе государства если ты у него ничего не украл уже ничего не смущает ну большой степени а как регуляция идет подделок вообще участвовать или честный знак вот qr-кодик такой до этого особо ты не велась ну и сейчас это qr-кодик чем не подделывается ну тоже подделывается ну вот важнее понятно я думаю что опять я с честным знаком вычитывать куртки честным знаком делаем сертификация бабки на бат спортпито честным знаком если не перенесут должна быть купить в силу по моему в мае месяце тоже появится вообще вообще баба бады спортпит все что с грм должно быть да сейчас вся молочка там водичка даже увидели маленький квадратик беда честный знак белок уже протеин уже но мясо стейки сертифицируют сюда он идет программе меркурий белок сырьевой мы гасить гасить должны в меркурии системе белок когда он поставляется в россии а он 5 в россию поставщику а поставщика поставляется дам на каждом этапе каждой из компаний должна прозрачное движение сырья то есть он где-то в россию въехал или финале известно что то что въехала допустим там типа из финляндии по итогу осела у нас в складе и это все просвет просматривается системе меркурий вот так вали есть тебя мысли по поводу данилова сергея в этом сезоне слушаем давай так хочу ему делать то ничего не надо в именно финальная неделька ему нужно правильно ну по факту согласись подводка всегда стран водичка до подводочка на карте и она там просто была не так так что думаю что в этот раз так понимаю что у него более расширенная команда по подготовке поэтому думу там ты видишь его формате там нету хитрой науки чуть сделать то есть честно я не знаю как можно было запарывать его форму то есть ну вот что надо сделать чтобы запороть либо такая даром генетическая фантастика была у лисукова что что-то происходит магическое за пять минут и человека заливает да как было у лёши да то есть ну четко вы тягать за сценой стою обалденный пока я поднимаюсь из-за кулиста сцену какая-то ерунда происходит вот как бы я не могу объяснить что еще нужно сделать с даниловым он сидит на диете он ну видно что его мало жира на согласии долгой же тонкая у кожи тонкая жира нету в моем понимании вот когда я такой форме по факту хоть и меня уже пивом с мороженым кормить хоть ты меня вообще не кормили грудь и по за 10 минут ничего не изменится за час ничего это честно за двое суток ничего не изменится но по факту если ты прям без жира максимум ну можно не знаю там отрубей наезд сам кишечник стал на метро до живот выпирал до чтобы там вздуло но образует пленка воды то что я видел на сибири они только он сильно-сильно напрягался был виден момент туда же сквозь эту пленку воды он был внутри жесткий он был реально без жира там были это были знаешь доли секунды которые нужно было видеть в живую когда вот было видно что под этим слоем воды там нету жира и он очень жесткий мускулистый он объемный то есть его можно и не грузить особо вот там мясо столько моего хватит ну про без гликогена без вода угодно практически в линейке и год габариты не проиграет ника 130 килограмм мяса они и есть 130 поэтому я думаю что он выступит хорошо спортсменов сильных очень много будет сильная борьба но нужно понимать что это бодибилдинг причем про тяжелую а категорию все-таки его габаритность она должна давать плюс балл потому что вы все-таки бодибилдер ну типа там я был большой миссис то это объективно да поэтому и при этом у него неплохие пропорции он визуально хорошо выглядит поэтому я думаю все шансы на первые места как у всех остальных ребят и прочее равных допустим возьмем сергей сергей данилова и артура шара исламова до самара который при прочих равных выигрывать должен сергей если при прочих равных но тут тут без вообще даже сравнить будет ничего ну как бы да если они будут в одинаковом качестве она ну прости меня два раза не встречается у грубо нет ну да объективно там на 30 килограмм больше мяса ну как это это не знаешь я вспоминаю очень хорошо когда ходить пан получил про карту соревнулись с ашотом к громонянам это была москва олимпия 16 либо семнадцатый год ну и давайте так один балл проверил один балл ашот проиграл ходить у пану в то время тоже ходить пан был типа больше как гораздо ну поместить если бы ашота раздуть на 30 килограмм тогда как бы то что там работа на мистер олимпию отправлять сразу 212 ну просто 30 килограмм это надо качать накачать еще то есть при том же качестве еще 30 грамм накинуть я думаю что ряду спортсменов генетически невозможно либо можно понять что получится на итоге ну вот поэтому это все а пока тоже один бальчик один балл до могло ли это сильно изменить жизнь ашота если бы он тогда все таки он тогда мы потом получил про карту ну типа по сути изменилось только время до полгода год там прошел да я пока мне кажется он потом еще на турнирах выступал первого занимал я думаю в плане медийности популярности отдало ему больше чем в тот момент был про карту получил и ушел у него камбэк же был он и ушел а потом у него камбэк был такой же успешная крутая форма опять просмотры я думаю точки зрения именно так скажем вот там финансово медийный составляющий даже это хорошо что тогда проиграл на диапазоне огнем все равно говорили про карту он потом получил у него была возможность в россии выступать на турнирах вот такое совпадение скорее тогда еще федерация не развалилась ну да 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 все эти матрицы очень непонятные по своей куда структуре работы ну может просто я что-то не понимаю но неудобно все даже подушки жесткие у меня же кость торчит из плеча прям там это нервы больно так а вот и клан уже девать интересно а все были что бля кому-то Да, в общем, в саплитуде беда, сажусь в пол, и то касаюсь топорами. Думаю, что Роме в очень медленном темпе, нужно здесь поработать также в формате полу-сиси приседов. Надо ступенечку ставить, хотя, в принципе, вот это получше. Если бы просто рост был повыше у меня, не, хорошо, можно работать. Сейчас Рома вернется, так мы и поделаем. Будет точно дискомфортно. Первую часть очень медленно, подконтрольно, прямо на носочке, прямо в пол. Коленку тянешь, мне точно так же, ну, то есть, чтобы я чувствовал дискомфорт, он нормальный. Работаем сверхмедленно, в нижней точке, прямо на носочек, прямо, то есть, мы с тобой, в нижней точке, прямо вот мы сюда с тобой. Уходим, прямо вот сюда. Ну, я помню это движение. Ну, то есть, мы не выгибаемся? Не выгибаемся, да. Мы, да, мы встали, это 10 раз отработано. И потом на финале мы 10 раз медленно уже, с хорошим глубоким, уже выходим сюда. Ну, я в глубокий, наверное, вряд ли. А нет, тут... Там в комфортную, наверное. Тут стопор. Я бьюсь, когда сажусь. Тут глубже не получится. Вот. В принципе, ощущения я понял какие, это не будет меня травма, она сама по себе неудобна. Чуть-чуть, из-за нестандартности движения, но нормально. Спокойно, иди туда, не бойся. Все в порядке. Все хорошо. Только сейчас ты встань, зафиксируйся. Хвести таз немножко вот сюда, ага, и зафиксируй. А то ты вот у тебя... А, ну у меня из-за того, что... Уезжай, да. Подержи, пожалуйста, здесь. Давай, поехали. Нагрузку с этой ноги стараюсь. Ага, я понял, давай. Сам будешь фиксировать нормально? А? Сам зафиксируешь таз? Да. Все, прижми его посильнее. Поэтому я и сказал не отрывать вперед, зафиксируй. На втором я уберу, чтобы я мог видеть. О, сейчас хорошо. Все равно нужно симметричным держать, иначе нагрузка, ну, не туда. Периодически его поддергиваю обратно вправо. Ну, когда на верхней точке будешь. Хорошо идешь. Вверху в замок не фиксирую, оставляю чуть-чуть подсогнутыми. То есть, можешь на пятку упираться в верхней точке, но колени не разгибать в замок, да. То есть, до конца встал, дожимать можешь с пятки, но не в замок. Хорошо. Давай, 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 давай. Иди прям туда, чувствуй, как я растягиваю. Там будет проще. Прям, да, высоко и пошире немножко. Ага. И тут внешняя сторона стопы, пятка. Да, видишь, у нас ромка упирается, поэтому тут даже не перерастянуть. Долго наверху не фиксируйся, поработай поддинамичнее. У тебя есть запас, оно, вес для тебя небольшой. Внизу не фиксируй, чтобы вес не пропадал. Тут стоп и пошел наверх. В верхней части, внешней части стопы не забываешь. Ага. Без замка. Очень хорошо, таз на месте, очень здорово. Его начали потеть локти, смотри. Стой, 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 наверх пошел. Поставить хочешь? Разбегай. Ага. Фу, блин. Какой-то невероятно долгий, сложный, морально тяжелый подход. Ну вот так, вот тут вспотел, пошел от концентрации больше. Как в коленях? Вообще огонь. Вообще, да? Оно никуда не... Первые три повторения прям был дискомфортно, без болевых ощущений. Оно натянуло. Да. Нужно немножечко дать, то есть я тоже в глубину. Ну, мне просто сильно знакомо. Да, его прямо. Все, а потом уже, когда поймал движение, и таз прижал ровно. И все, и вот двумя ножками прям. Тебе сюда повесить тоже? Я думаю, я попробую. Я как сейчас сам устал. Я просто не понимаю, что я могу. То есть по ощущениям уже вата, то есть сгорело все, что могло сгореть. Я не понимаю. То есть я там когда ложился, тоже показалось, что я их не должен снять. А вроде, когда делаешь, работает. Сейчас посмотрим. У меня больше спина устает после вчерашнего жива, прям, знаешь. Я сейчас со штангой поработал, вот прям оно это. Вчера тоже на очень медленных негативах в грудь поработал. Хорошо успел уснуть, пока судороги начались. Я уже чувствовал, к вечеру начались судороги даже грудные такие, прям, адские. Прям конкретно. И я прям такой думаю, так, 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 пора ложиться. Бля, хатуха. Поясница. Поясница. Бля, хатуха. Бля, хатуха. Тихо. Тихо. Блядь. О, блядь. 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 разорался как сказал александр федоров но разорался наконец первый раз за все это время я в гаке приседаю если бы руслан не сказал я бы не залез сюда а оказалось достаточно комфортно поэтому всем тренировки под присмотром компетентного человека которому ты доверяешь очень важно которому ты доверяешь они дают такой большую уверенность в движении в которых ты сомневаешься ну вот а и и и и и и и и и Я, как инвалид, считаю, что я начинаю вывозить тренировки на ноги Хорош, тяжеленький В общем, хорошее начало года Все тяжело, все накачалось, все болит везде По крайней мере, в тренировочном плане хороший старт Хорошенечко отдохнули Надеемся, все так же пойдет и в остальных отраслях Да, у меня год начинается, очень интересно Спасибо за внимание Ребята, с Новым Годом, всех вам этих благ Рабочих тестостеронов и энантатов Тестостерон есть, энантат, ладно Блин, ну я специально так сказал Зачем ты вот это вот делаешь, а? Все, всем пока